Он появился в литературе примерно с публикацией Олимпетра, не чудесного, вернее, он не появился, но уж точно популяризовал его Льюис Кэррол. Покуривающая кальян гусеница или фламинго в роли клюшек или крикета были абсурдным юмором на грани. Ох уж этот Льюис Кэррол! Гусеница с кальяном! Не видана! И не говори, я чуть-чуть полбалоны от смеха не порвала! Такая шуточка, да. На грани, ребят, тоже была. Что за такое современный сюрреалистичный юмор? Это Тевтель, Фрай и Шейк. Странный мульт и очень смешной. Почему такой юмор работает, понять сложно. Но профессор антропологии из Лос-Анджелеса Эллиот Оринг считает, что причина в наличии минимальной логики. Фрай, который намыливает картошку шампунем, по сути моет волосы. Хоть это и картошка. Абсурдно, а смешно. Главное, не воспринимайте это как нечто маргинальное, неправильное, больное на голову. Че реалистичный юмор это авангард в анимации. И без этих смелых сериалов от Аутсвы мы бы, возможно, никогда не услышали криков Лиманхвата... ...или сюрреалистичного мерзгалактического ТВ из Рика и Морти. Так, дальше. Отсылочки. Для зрителей из СНГ эта сцена, скорее всего, просто очередная шутка, ведь в Гриде мы таких полно. Но для зрителей из Штатов это меткая отсылка к культовому фильму 78-го года под названием «Зверинец». Для них это все равно, что для нас шутки про иронию судьбы... ...ты шо, перестань немедленно! ...и даже не по-двоему. Или это, какие-то у нас были классические. В общем, фильм «Зверинец» эту сцену в Штатах знают все, но в России вредку голым крисом пони, наверное, человек... ...эммм... ...вот столько, да, человеку, кто нам советует. Не у всех сериалов формат позволяет делать отсылки такими очевидными. Вот, например, милахи-сценаристы «Малебл Пони» засунули в мульт героев из «Большого Лябовски». Они даже сделали «Пони Лябовски» татуировку в виде ковра. Ребят, вокруг которого сюжет фильма, собственно, и строится. Какие же молодцы, а! Татуировка в виде ковра. Ой, у нас бы в России это всем бы понравилось. Ковры, потому что наши, понимаете, наши вот все генетические. Ковры очень любят. Татуировки... Ох, в Южном Парке вспоминали буснецкую классику Тампо. А пчелы из вселенной Стивена, это на самом деле отсылок покемоном Битрилом. Или Битрилом, тут уж как бы меня поправьте. Отсылка это не совсем Битбумар, а чаще всего зрители реагируют по типу... Битрилом. По типу... Ага, я понял, смешно. Это же поп-культурка. Ну и ребят, особенно те, кто считают Гриффинов глупым мультиком, скажем вам одно слово. Умлис. Это такой роман начала 20 века, авторства Джеймса Джойса. В нём настолько много исторических, культурных и литературных отсылок того времени, что сейчас его невозможно читать без вспомогательной литературы. Осмелимся предположить, что лет через сто вспомогательная литература потребуется уже тем, кто будет смотреть Гриффинов, так как отсылки работают только тогда, когда они актуальны. Как вы думаете, будет, например, вот эта шутка про Убер, понятно, людям, которые будут жить через сто лет? You, sir, are officially an Uber driver. Может, с Гриффинами мы немного преувеличили, но сейчас начнётся реальная дерьма, ребята. Аллегории — это художественные и не всегда очевидные способы сделать сравнение. Хорошей литературе и кино он был всегда, а в мультах его по максимуму используют Южный парк. Например, конфликт вокруг слова «рыжий». Так, пацаны, я не понял, а кто пустил сюда «рыжий», да? В сериале используют как аллегорию для похожего конфликта в отношении ругательства ниггер. А шоу Теренса и Филиппа — это аллегория на то, как обеспокоенные родители видят сам Сауф-парк. Кстати, в последнем сезоне Теренса и Филипп резко составили...